Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универт ТВ». Весна вступает в свои права, становится теплее, удлиняется день, тает прошлогодний снег, на улице появляется много молодых людей, кажется, что становится все больше и больше важных событий. Но сегодня мы вам расскажем только о некоторых из них, касающихся Казанского федерального университета. И, безусловно, одним из важных событий является избрание академиком Российской академии образования ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Ведущее государственное информационное агентство России ТАСС взяло интервью у ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Казанский федеральный университет вошел в новые глобальные предметные рейтинги КУЭС. Ведущие ученые мира климатологи собрались в Казанском федеральном университете обсудить проблемы глобального потепления. И в симуляционном центре Института фундаментальной медицины Казанского федерального университета прошло обучение врачей на предмет оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и дыхания. Избрание академиком Российской академии образования ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова рядовым событием не назовешь. К тому же академики народ непростой, и для вхождения в этот узкий элитарный круг нужны очень серьезные аргументы. По сути, это признание впечатляющих результатов университета в области педагогического образования. Это еще один мощный ответ создателям фейковых новостей и комментов в благосфере о якобы катастрофе с педагогическим образованием в Казанском федеральном университете. Смотрим наш репортаж. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров стал академиком Российской академии образования. Это отнюдь не рядовое событие. Для того, чтобы войти в почетный круг академиков, нужно привнести в российское образование действительно весомый вклад. Избрание ректора, не представляющего столичный вуз России, говорит о том, что Казанский федеральный университет внес что-то весьма значимое в систему российского образования, поскольку это было принято и поддержано авторитетными учеными-академиками Российской академии образования. Речь идет о создании в университете новой модели образования, непрерывной и вариативной, то есть распределенной. Именно эта новая система легла в основу педагогического направления. Непрерывность образования заключается в том, что обучение проходит на протяжении всей жизни, начиная с дошкольного возраста, с детского сада и учебы в детском университете вплоть до университета третьего возраста. Распределенная или вариативная система подготовки использует возможности фундаментального научно-образовательного потенциала классического университета, которого нет в педагогических вузах. Будущие учителя получают образование в профильных институтах классического университета, в физиков, химиков, математиков и других научных направлениях. В соответствии с запросами социально-экономического развития страны, все образовательные программы университета пронизаны сквозным предпринимательским образованием. Напомним, что в 2010 году университету был придан статус федерального. Уникальность КФУ заключается в том, что университет был создан на базе семи разрозненных вузов. Количество студентов выросло почти в три раза. Казанский федеральный университет стал центром педагогического образования Республики Татарстан, объединив два педагогических университета – Казани и Елабуги. КФУ определил приоритетные направления, которые сегодня полностью идентичны стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. В КФУ была создана новая модель образования – непрерывная и вариативная. Именно эта новая система легла в основу педагогического направления. Мы имеем сейчас самую вариативную систему подготовки учителей в нашей стране, которая во многом соответствует лучшим международным стандартам. И если в Елабуге мы сохранили традиционную систему подготовки учителей, то здесь, в Казани, мы изначально начали внедрять распределенную систему подготовки учителей, когда предметная, фундаментальная подготовка будущих учителей физики, химии, биологии и других проводилась в стенах профильных институтов на их лабораторной базе. При участии их, несомненно, более высококвалифицированных преподавателей, а психолого-педагогическую подготовку осуществлял координатор этого процесса – Институт психологии и образования. И вот сейчас, спустя несколько лет, наша модель начинает активно использоваться в других вузах, которые испытали на себе подобные объединения. В марте 2018 года Институт психологии и образования КФУ совместно с Техническим университетом Дрездена запустил новую программу «Компаративные исследования в области образования». Магистрская программа направлена на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных преподавателей немецкого языка с учетом лучших наработок российских и германских педагогов. Сотрудничество КФУ в сфере педагогики с зарубежными вузами помогает студентам и преподавателям перенять чужой опыт и поделиться своим, вырастить высококвалифицированных специалистов в своей области. Ежегодно в стенах Казанского федерального университета проходит переподготовку свыше 7 тысяч учителей из Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации. Мы имеем в своей структуре Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Это еще одна ступень, еще один элемент нашей системы педагогического образования, который является мечтой для многих педагогических вузов нашей страны, потому что, как правило, в регионах эти функции повышения квалификации осуществляют региональные институты развития образования. Вот именно эта модель, когда мы имеем возможность сопровождать наших выпускников в процессе их профессиональной деятельности в школе, получать обратную связь о тех проблемах, которые они испытывают там, позволяет создать уникальные условия, опять-таки, для повышения качества образовательного процесса. КФУ удалось добиться непрерывного развития образования на протяжении всей жизни человека, начиная от детей до школьного возраста и заканчивая старшим поколением. Субтитры создавал DimaTorzok Казанский федеральный университет в этом контексте внедряет свои подходы сквозного предпринимательского образования. Когда ты завершаешь учебу в университете, всегда стоит вопрос, а куда ты пойдешь работать? И наши руководители, президент нашей республики, президент страны поставили задачу создания большого количества высокотехнологических рабочих мест. И мы задались вопросом, а кто их для нас будет создавать? И приняли решение, что основы предпринимательства будут читаться у нас как обязательный курс, независимо от предметной области, которую ты для себя выбрал. И физикам, и химикам, и математикам, и, конечно же, экономистам. В Казанском университете создана система сквозного предпринимательского образования, которая позволяет обеспечить стопроцентный охват всего контингента обучающихся дисциплинами в области предпринимательства, в том числе высоких технологий. Между всего, это погрузить студента в знания о том, как самому самостоятельно сформировать бизнес-проект. То есть от самой идеи до конкретной презентации ее инвесторам. Причем на что нужно обратить особое внимание, что для каждого факультета, то есть под этим я подразумеваю наши современные институты, то есть для химиков, для физиков, для айтишников, были подготовлены дополнительные темы, которые учитывают специфику того, что является основными хардовыми навыками конкретных студентов. Стоит отметить, что формировать предпринимательские качества в Казанском федеральном университете начинают и у учащихся IT-лицея и лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. В IT-лицея, где есть очень интересная стыковка между не просто бизнес-планом, но параллельно с этим бизнес-планом еще выстраивается и производственный процесс. То есть каким образом я произвожу и как это стыкуется с моими финансовыми показателями. Это тоже очень важно, потому что зачастую дети могут, или студенты, они могут в принципе выстроить бизнес-план по некоторому шаблону, но сопоставить это с показателями производственной действенности бывает очень сложно. И в IT-лицея учат и тому, и другому. Это, по-моему, очень важно и эффективно. И тот проект, который реализуется в лице Лобачевского, школьная бизнес-компания, он направлен примерно на то же самое. И это те программы и проекты, которые реализуются, они немного разные, потому что в IT-лицея больше акцент делается на производственную часть, на проектную составляющую. В лице Лобачевского делается больше акцент на экономическую, финансовую составляющую. Это такое разнообразие, которое на самом деле очень полезно, потому что оно позволяет выявить наиболее эффективные формы. Обучение предпринимательству проходит на основе отраслевых и приближенных к реальности кейсов. В качестве дипломных работ к защите представляются уже готовые бизнес-проекты, которые в дальнейшем могут быть адаптированы под реальный сектор российской экономики. Я уже являюсь предпринимателем. У меня есть свое собственное индивидуальное предпринимательство. Ему уже как год, и я хочу развить его с помощью IT-лицея, с помощью этих технологий. Таким образом, в конечном итоге, это может позволить сформировать некий стартап-хаб вокруг нашего университета. И это будет играть двоякую положительную роль. Во-первых, для наших выпускников, которые найдут себя и будут реализовывать себя в этой деятельности. А второе, для университета, потому что, естественно, все эти стартапы, все эти компании не будут привязаны к университету, к его инфраструктуре, к его ученым. И таким образом будет сформироваться некая экосистема предпринимательства вокруг университета, которая на определенном этапе уже дальше будет самовоспроизводиться. Сегодня в бюджет ВУЗа, а это более чем 10 миллиардов рублей, большая часть финансовых средств приходит из научных исследований и реализации образовательных программ. Динамика этих цифр из года в год демонстрирует востребованность как результатов исследований, так и образовательных программ университета. Особо важно, что все действия Казанского федерального университета сопровождались экспертной оценкой. Поэтому в КФУ создан специальный центр Российской академии образования, благодаря которому университет может воплощать совместные проекты с институтами Российской академии образования. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров дал интервью ведущему государственному информационному агентству России ТАСС. Рассказал о достижениях и о планах на ближайшее будущее. Мы предлагаем вашему вниманию наш репортаж. Ректор КФУ Ильшат Гафуров в своем интервью обозначил, что с 2018 года у Казанского федерального университета начал назревать дефицит с местами в общежитиях. Дефицит этот составляет около 2000 мест, включая сюда и Набережный Челнинский институт КФУ. Напомним, что Казанский федеральный университет до сих пор заселял всех нуждающихся в проживании студентов 100%. Тем не менее, число иностранных студентов в 2018 году превысило порог в 7000 человек. И тенденция к возрастанию этой величины все более очевидна. То есть, необходимы какие-то решения уже в ближайшем будущем. У многих других вузов республики эта проблема намного острее. И что называется, назревал уже давно. Сегодня каждый из наших университетов одновременно строить общежитие у себя не может. И было бы целесообразно, если бы мы через жилищный фонд республики имели возможность построить жилье где-то на 5-7 тысяч человек, которые бы университеты арендовали у жилищного фонда. То есть, для жилищного фонда, он же строит сегодня по ипотеке, он ничего не теряет. Но здесь жили бы только не на постоянной основе, и центром ответственности по расчетам были бы сами университеты. А как уже мы эти общежития будем наполнять, это уже наш центр ответственности. То есть, за это мы будем отвечать. Еще раз хочу повторить. То есть, жилищный фонд построил общежитие, передал университету, и он ничего не теряет. Университет в течение 20 лет по графику платит аренду и может выкупать. То есть, правила те же, что касается социальной ипотеки. А мы передаем это общежитие на определенных условиях нуждающимся. Будь то иностранные студенты, будь то студенты из иногородней, иногородней, но наши российские граждане. Никакой разницы нет. Поскольку это была встреча ректоров с президентом нашей республики, мы обратились к этим предложением к президенту, потому что городжилфонд огромное количество жилья строит сегодня, и у него есть опыт, и у него наиболее отработанная ценовая политика. Поскольку это государственный фонд, к нам обращаются частники, но у нас всегда возникают определенные проблемные моменты, нерегламентированные сегодня действующим законодательством. То есть мы не всегда можем вступать в так называемые взаимоотношения по договорам частного государственного партнерства. Ильшат Гафуров во время интервью коснулся темы создания нового научно-клинического центра в области медицины. Практика показала, что университетская клиника в текущем режиме обслуживания пациентов в рамках общей системы здравоохранения Татарстана не в состоянии стать площадкой трансфера медицинских технологий. Для этого необходима специальная структура, научно-клинический центр внедрения результатов исследований ученых Казанского федерального университета. Создаем специальное подразделение в университете совершенно на другой территории, которое тоже будет заниматься лечением людей, но эта площадка будет напрямую рассматриваться как площадка для трансферотехнологий. Мы это делаем на Волково и на Залево научно-клиническим центром университета. Это порядка 4,5 тысяч квадратных метров. Там у нас новые и клеточные технологии, и омиксные технологии, и биобанк находится у нас, и лаборатория биохимическая. И там же мы работаем с нашими инвесторами из разных структур, в том числе и с Росфондом, формируем сегодня единый реестр доноров костного мозга. То есть и совершенно разные там источники. Там источники финансирования, это и прямое финансирование со стороны инвесторов, заинтересованных в этих работах, там и со стороны государства, через фонды, гранты, и со стороны фармкомпании, которые проводят клинические исследования собственных препаратов. И там же будет центр по... Ну то есть этот центр, он будет заниматься у нас также и установлением тяжелых диагнозов, ранней диагностики онкологических заболеваний, инфекционных заболеваний, различных орфанных заболеваний. И когда там все отработают, можно будет все это потом передавать и масштабировать на собственную клинику, на площадку собственной клиники нашей, также и другие клиники, прежде всего города Казани и республики, и страны. Этот проект запущен, и я думаю, мы... Там есть определенные работы по доведению инфраструктуры до соответствующего уровня. Значит, я думаю, 1 июня, 1 июля все работы будут завершены, и сегодня идет параллельное оснащение тоже. необходимым или до оснащения, точнее. Там уже есть оборудование. То есть этот центр сегодня работает. Он уже работает, там уже проводятся клинические исследования, там уже работает центр клеточных технологий, работает биобанк, работает вот центр по созданию регистра доноров с Росфондом. Мы его запустили в конце прошлого года. Поэтому у нас все динамично как бы развивается. И другое дело, я думаю, мы никогда не остановимся. То есть нельзя сказать, что вот этот проект завершается на площадке этого же проекта, или опираясь на результаты этого проекта, новые проекты начинаются. Все идет в развитии. Во время беседы с корреспондентом ТАСС также была затронута тема сотрудничества с КАМАЗом. С КАМАЗом мы более плотно начали работать в области беспилотных платформ, то есть беспилотного автомобиля, чуть примерно три года назад. И уже в прошлом году мы один этап работы закончили. Значит, мы создали такой вместе с КАМАЗовцами беспилотный автомобиль, который по международным меркам имеет достаточно хороший результат. Скорость примерно 60 км в час. Для грузовиков такого уровня это достаточно. Более того, наш беспилотник, он намного лучше, чем его и зарубежные аналоги в том числе. То есть он может работать и на закрытых площадях. На месте ничего не стоит. Вы можете сказать, почему на дорогах нет. Но у нас еще законодательство в нашей стране не готово для того, чтобы беспилотники выехали и свободно работали. У нас инфраструктура такой нет? И инфраструктуры нет. Очень правильный вопрос. Поэтому следующее. Мы с КАМАЗом готовим проект «Умный город», который подразумевает как раз и создание одной из инфраструктур, в том числе и для беспилотников. Но этот проект намного шире. Сегодня разговор идет о ряде площадок. Одна из площадок по требованию КАМАЗа, по просьбе КАМАЗа должна находиться в набережных Челнах. Что естественно. С одной стороны, естественно, но надо, чтобы еще и население было готово. Сегодня полигоны, то есть там, где машины испытываются, они тоже достаточно дорогие. Это дорогое удовольствие. Мы сегодня занимаемся по поручению КАМАЗа разработкой так называемого виртуального полигона. Это где-то ангар 150 метров длиной, там 30-40 метров шириной. Когда КАМАЗ там находится или любой автомобиль, и создается виртуальная как бы среда, полностью копирующая реальную нашу жизнь. С пешеходами, с домами, с улицами, с переходами. И КАМАЗ стоит на месте, но создается иллюзия его движения. И все датчики должны работать так, чтобы мы могли оценить все плюсы и минусы наших технологий. Значит, КАМАЗ ориентирован на сегодняшний день, насколько я знаю, создать такой в набережных челнах. Но наши ученые в большей степени находятся здесь. И не только наши. Мы могли привлечь ученых из КАИ, из энергетического университета, который тоже работает в области ИТ-технологий Синополиса, для нас, конечно, целесообразно было бы его сделать где-то у нас здесь. Либо на наших площадках радиополигон у нас недалеко от Казани находится, но он находится на территории Зеленодольского района. Сегодня этот вопрос, он обсуждается. Ну, рано или поздно, если мы будем углубляться в эту предметную область, то этот полигон мы с вами тоже будем у себя создавать. Либо с КАМАЗом, либо под другие наши задачи. Потому что не только с одним производителем работаем. Значит, второе направление, или третье уже, это с КАМАЗом сегодня обговариваться и сегодня готовится техническое задание на платформы, которые будут, то есть, это будут тоже беспилотники, то есть, без водителя. Работа это для техники, которые работают в агро-сегменте. То есть, это сельскохозяйственная техника. Это могут быть комбайны, могут быть сейлки, могут быть трактора, которые также будут пахать, убирать, но без механизатора. Но это тоже не просто трактор сделать или сейлку сделать. Это надо, ну, сейлка же и зерно носит, и удобрения сегодня вносит, да, и все, что необходимо там. То есть, вся технология должна быть разработана от подготовки почвы, от исследования этой почвы, разные химические исследования почвы должны быть, потому что в зависимости от этого разные, может быть, нормы удобрения нужно уносить. Да, и все это должно быть, вот, когда карта полей с определенными химсоставом почвы будет известно и с хим, и биологическим составом, тогда можно будет все эти процессы автоматизировать, и эту работу мы тоже начали делать. Мы эту работу начали, сегодня ведем переговоры с разом холдингов, но и реально по федеральной целевой программе мы начали работать уже с холдингом Агросила, да, Татэнерговским. Там проект достаточно крупный, значит, ну, он в двух направлениях идет, как и по ликвидации или как бы по превращению отходов от птицефабрики, прямо говоря, куриного помета, значит, в сырье идет для создания нового удобрения, и эта технология тоже нашими учеными сегодня разрабатывается. Так вот, с КАМАЗом мы работаем в области создания вот беспилотных таких автоматизированных систем, которые будут работать и в области сельского хозяйства. Там много разных направлений, и одно из них это использование анализа больших данных, в том числе и для КАМАЗа, так и для страховых компаний. Ну, если простым языком сказать, что есть автомобиль, который напичкан всякими датчиками, и водитель, и диспетчер может знать, как эксплуатируется этот КАМАЗ, и какие нагрузки несут те или иные узлы, агрегаты, какой дефект у тех или узлов, агрегатов есть. Вы же знаете, что импортные машины снимают тот же Toyota, огромное количество машин, уже проданных, возвращают и меняют людям. то есть это же не сами по себе, они ждали, пока авария случится, там, машина с машины что-то взорвала что-то или там испортилась. Есть огромное количество датчиков, которые отслеживают, как ведется автомобиль в тех или иных условиях. Для страховых компаний очень важно этой информации тоже, потому что в зависимости от этого будет формироваться страховой платеж. Казанская федеральная университет вошел в новые глобальные предметные рейтинги КОЭС и улучшил свои позиции в предыдущих предметных рейтингах. Вот о всех этих фитросплетениях, так или иначе связанных с предметными рейтингами в телепрограмме Акцент КФО разбирались проректор университета Марат Сафиулин и автор передачи Юрий Алаев. Смотрим фрагменты этой программы. Казанский федеральный университет вошел в новые предметные области естественной науки и бизнеса управления рейтингового агентства КОК Ярелли Саймонс. В исследовании оцениваются более 1200 университетов в 78 странах мира. Университеты оцениваются по таким показателям, как академическая репутация, репутацию работодателей, цитируемость и индекс Хирша. Вы сами говорите с 2013 года. У нас ряд направлений, такие как наша медицина, они вообще а цитирование оно еще считается за 5 лет. Понимаете, то есть это означает, что у нас и базы как таковой цитирования ну скажем, недостаточно для того, чтобы это сделать. объективно просто не может быть такой базы, если мы вводим новые направления, новые открываем какие-то институты. Понятно, спасибо за объяснение. Вот приведу пример. Например, в 10-е годы, когда мы начинали только эту первую программу развития, у нас всего было 300 статей. 300 статей. А сейчас у нас 4200 ежегодно. Вы представляете? Вот 300 статей это какая-то база цитирования. Понимаете? То есть это естественно больше, чем ноль, да, но близко к тому, что это ничто, да. А вот нынешний 2018 года, оно пока не учитывается, оно будет учитываться и будет работать только через 3-4 года. И ведь невозможно, то есть как вам объяснить? Вот смотрите, я разместил статью, так? Нельзя же, это не означает, что все с ней ознакомились и сразу бросились писать. Их же сразу же опубликовали. Понимаете? То есть обычно статья выходит на пик цитируемости где-то на третий, на четвертый год. Вот, ну скажем, то есть начинает делиться, ее обсуждать и прочее, прочее, прочее. То есть это не такой вот, ну скажем, простой механический процесс, который там можно как-то накрутить. В области естественной науки КФУ занял позицию в категории 451-500. В другой новой для себя дисциплине бизнеса управления занял позицию 401-450. для университета это предметный рейтинг, это, ну скажем, важный индикатор, насколько системно идут преобразования. Понимаете? То есть важно, конечно, важно и хочется, чтобы мы двигались по вот тем узким вещам, по приоритетам, но широкий фронт, он показывает, что все-таки вот те преобразования, которые идут, то есть они вот где-то докатываются, где-то откатываются, но с другой стороны это неизбежно для вот классического университета, у которого очень широкий профиль исследований и в котором очень много, скажем, перекрестных и многопрофильных исследований. Вот я вам сразу скажу, то есть мы внимательно изучали результаты, то есть да, там получилось так, что по некоторым где-то мы снизили свои позиции, а где-то вот появились в новых рейтингах. Помимо этого Казанский университет поднялся на 15 пунктов в предметной области социальной науки и управления, заняв 384 место. Положительная динамика наблюдается и по дисциплине химии. В дисциплине математика КФУ сохранил свою позицию в категории 301-350. Также Казанский федеральный университет представлен в предметной области искусства и гуманитарной науки и дисциплинах лингвистика, современный языкознание, физика и астрономия, экономика и образование. Есть же самый главный закон физики. Чем больше тело, тем большее влияние оно оказывает на окружающий мир. Да, это действительно было нашей проблемой. Просто Ильша Травкаччу удалось наш недостаток превратить наше преимущество. Совершенно верно. Когда перед гуманитарным блоком поставили задачу, вы помните же, все было очень непросто. Все нас очень сильно критиковали. Какой скопус, какой гуманитарием, веб оф сайенс. Мы никогда там не печатались и даже много было сторонников того, что это в принципе невозможно для российской науки и так далее. Но вот практика все-таки показала. Во-первых, скажу вам так, что цена вхождения гуманитариев в публикации существенно дешевле. А меньше все-таки? Да. Почему? Я приведу пример. Для химика, для физика требуется все-таки серьезное оборудование. Причем серьезные расходные материалы, серьезные лаборатории и более того, репрезентативная база результатов. Понимаете? А для гуманитариев, я не скажу, что вижу, что то и пишу, но все-таки там тоже нужны соответствующие базы данных, соответствующие... Аппаратное обеспечение по Мейдису. Да, да. Совершенно верно. И в этих условиях я вот хочу сказать, вот этот фактор, то, что у нас большой социогуманитарный блок начал, ну, скажем, где-то учился. Вы же знаете, у нас были там ошибки бурного роста, но в этом плане, хочу сказать, это дало и дает серьезный результат. Ведущие ученые мира, климатологи, собрались в Казанском федеральном университете обсудить проблемы глобального потепления, между прочим, грозящего всемирной катастрофой для всего человечества. При этом ученые-климатологи обсуждали все это кулуарно, не желая особо обсуждать это с прессой. Рустам Вафин со своими соображениями в этом контексте выступит сейчас перед вами. На минувшей неделе Казанский университет стал мировым центром по борьбе с глобальным потеплением. Ненадолго, всего на 4 дня. С 4 по 8 марта в Казань съехались ведущие климатологи мира, члены межправительственной группы экспертов по изменению климата для финального обсуждения специального доклада о состоянии океана и криосферы Земли в условиях меняющегося климата. Уже летом итоговая версия этого документа с учетом казанских поправок будет представлена Организация Объединенных Наций на суд мировой общественности. МГИК это очень известная организация, она была создана под эгидой ООН уже в далеком в 1988 году для изучения влияния антропогенных факторов на изменение климата. Собственно, именно выводы экспертов этой организации лежат в основе всех международных усилий по предотвращению глобального потепления последних десятилетий. Самый известный из этих усилий Киотский протокол по сокращению выбросов углекислого газа промышленно развитыми странами. В 2007 году организациям ГИК была присуждена Нобелевская премия мира. Надо сказать, что климатологи МГИК впервые проводят свое мероприятие в России и выбор места не случайен. Во-первых, потому что Россия это северная страна с обширными арктическими пространствами. Последствия глобального потепления здесь просто заметнее. И данные из России о состоянии арктических льдов вечно мерзлоты в Сибири значительно обогатили климатические наблюдения последних лет. А во-вторых, давно прошли те времена, когда экспертами МГИК рукоплескали Нью-Йорк, Лондон и прочие столицы западных цивилизаций. Да-да, лучшие годы этих экспертов и других борцов с глобальным потеплением оставились в конце 90-х и нулевых годах 21-го века, когда авторитет МГИК был практически абсолютен, оппозиция, что именно деятельность человека является причиной изменения климата на планете была абсолютным мейнстримом. Климатические скептики, сомневающие правильность подобных выводов, считались маргиналами и подвергались даже обструкциям. Но времена меняются, к классу в развитых странах пришла новая генерация политиков права толка, менее склонных педалировать экологические темы. Они рассматривают экологические ограничения, как подрыв конкурентоспособности своих экономик. На этой волне усилились голоса климатических скептиков. Если насчет самого факта глобального потепления расхождения среди ученых нет, температура на планете за последние 50 лет поднялась в среднем на 1 градус, и это вполне научный факт, то вот насчет того, что именно человек, его деятельность является главным виновником глобального потепления, споры на этот счет только разгораются. Кроме того, климатические скептики экспертов МГИК о последствиях глобального потепления. Дело в том, что в истории человечества фиксировались периоды так называемых климатических оптимумов, когда температура на планете превышала нынешние нормы на 2 градуса, и ничего страшного с человечеством не случилось. Самые известные климатические оптимумы это римские с 3 века до нашей эры по 4 век нашей эры, совпавшие с периодом расцвета римской цивилизации. Отступившие альпийские ледники территории нынешней Франции и Испании, обильные дожди в Африке сделали Сахару плодороднейшей равниной и жительницей всего античного Средиземноморья. А вот последующие похолодания 4 века раннего Средневековья спровоцировало переселение народов и гибель этой цивилизации. Другой известный климатический оптимум Средневековья это 7-13 века. Обильные урожаи позволили утроить численность населения Средневековой Европы. Вина из виноградников Южной Шотландии соперничали в те годы с французскими, а скандинавы заселяли освободившиеся от льдов в Гренландию. Были такие времена, когда на территории Подмосковья рос субтропический самшит, а нынешнюю чукотскую тундру покрывали густые леса. Было это 9 тысяч лет назад, в период так называемого атлантического климатического оптимума. Климатические скептики скорее приветствуют глобальное потепление, называя наступлением очередного климатического оптимума. Так ли это покажет время. В симуляционном центре Казанского федерального университета прошло обучение врачей. Как бы вы думали на какую тему? Первая медицинская помощь при остановке сердца. Ситуация такая, что многие врачи знают теоретически как действовать в случае остановки сердца и дыхания. Но вот практических навыков у них нет. Именно этим практическим навыкам оперативного спасения больных обучали в Казанском федеральном университете. Сокрещение смертности от сердечно-легочной недостаточности одна из задач врачей Республики Татарстан. Для этой цели важно иметь не только современное оборудование, но и высококвалифицированный персонал. По официальной статистике больше 20-20-30 человек официальной статистики которые могут искажаться умирает с диагнозом внезапная сердечная смесь смерть Татарстане ежегодно. Для того, чтобы врачи любой специальности смогли оказать первую помощь пациенту необходимо не только иметь теоретические знания, но и практические. Если ты ни разу не делал, ты что будешь вспоминать, а сколько нажатий, а как дальше, а как еще что-то, пока об этом будешь думать, человек умрет. Дело в том, что вот то, что сейчас сделано мы подготовили трех инструкторов и уже подготовили получается 30 провайдеров, а провайдеры это те, кто как раз имеют сертификат европейского общества о том, что они могут оказывать эту первую помощь. Это только первый шаг. Для нас главное было подготовить трех инструкторов. И сейчас мы будем это мультиплицировать. Сейчас мы будем учить и врачей, и не только врачей, для того, чтобы при внезапной остановке сердца спасти жизнь человека. Всему этому можно научиться на курсах провайдеров Европейского Совета по реанимации. Однодневный курс, базовая сердечно-легочная реанимация и автоматическая наружная дефибрилляция поможет получить все необходимые знания и отработать навыки. Площадкой проведения таких курсов в Казани стал Центр симуляционного и имитационного обучения Казанского Федерального Университета. Спасение человека при остановке сердца является глобальной Любой врач у которого на глазах произошла остановка сердца обязан провести полноценную сердечно-легочную реанимацию. Сначала обучение базовой сердечно-легочной реанимации проходило в Москве а теперь и регионы присоединились к проведению таких курсов. Бывает травматизация во время реанимации когда специалист оказывающий помощь ставит руки неправильно то есть мы должны научить наших обучающихся ставить руки правильно проводить реанимацию эффективно руки должны стоять на грудине это самая твердая кость в организме которая защищает самый главный орган наш это сердце теоретическую часть врачи изучали дома в рамках однодневного курса они отрабатывали свои навыки на манекенах по приборам можно отследить соблюдается ли необходимая глубина компрессии а также правильно и последовательно выполняется сердечно-легочная реанимация на этом я с вами прощаюсь вы смотрели информационно-аналитическую программу контекст вел программу Ильдар Каримов всего доброго до сих пор до сих пор